Все начиналось как бы еще с 92-го года. Папа у меня фермер самого первого, так сказать, разлива. Ну и понятно, что корма у нас были полностью свои, ввиду того, что папа начинал с растеневодства. Когда уже начались первые сдачи, стал вопрос, почему переработчики что-то от нас откусывают. Оказалось, что переработка не такое уж жирное дело, так скажем, да. Самая большая маржа все-таки в реализации. Сегодня будет происходить открытие мясного магазина, открывает его сельскохозяйственный кооператив «Южный мясной дом». Чтобы городу Росов-на-Дону и ближайшему району к Ростову на прилавке напрямую поставлено мясо, мясная продукция. Мы работаем с договорными нашими партнерами, это как в Сальске мясокомбинат. Ну, чтобы это все было у людей, как говорится, в доступности. Мы вас поздравляем. Спасибо огромное. С тем, что красиво открывается. Спасибо. Во-вторых, пожалуйста, расскажите, почему вы решили пойти на такой шаг в собственную реализацию? Первый ли это магазин в Ростове? Да, у нас первый магазин, и не только в Ростове, а вообще первый магазин. Поэтому мы очень рады, так сказать, мы долго-долго к нему шли. Все начиналось как бы еще с 92-го года. Папа у меня фермер самого первого, так сказать, разлива. Но он начинал заниматься именно растеневодством. Потом, когда уже мы с братом подключились, мы уже как бы настояли на том, что нужно и животноводство. И начали разводить быков. У нас есть собственное поголовье маточное. Мы своих бычков выращиваем. Ну и понятно, что корма у нас были полностью свои, ввиду того, что папа начинал с растеневодства. После того, когда уже начались первые сдачи, стал вопрос, почему переработчики что-то от нас откусывают. И в это время мы создали первый кооператив Песчанокопска-Гроснаб и создали нашу первую кооперативную бойню. И начали сами забивать и торговать мясом. Ну понятно, что оказалось, что переработка не такое уж жирное дело, так скажем. Да, самая большая маржа все-таки в реализации. И после обдумывания встал вопрос о том, что нужно как-то налаживать свою реализацию. После того, как решение было принято, мы своими мыслями поделились с Минсельхозом. И он пошел нам навстречу. И 60% этого магазина нам оплатил Минсельхоз. Грантом, да, на кооператив. Ну и плюс еще мы автомобили приобрели в рамках... Это уже второй кооператив Южный мясной дом. Это второй кооператив. Первый был Песчанокопска-Гроснаб, на котором мы сделали именно бойню. Которая сейчас удачно работает. Ну вот так можно сказать, что цикл небольшой, такой маленький, закрылся. Мы сами выращиваем корма для животных. Мы выращиваем сами животных. Мы их сами забиваем. И теперь мы подошли, так сказать, к завершению этой цепи. Реализация. Понятно, что дальше можно еще вправо-влево. Еще можно производство колбас, полуфабрикатов. Это тоже, кстати, мысли уже такие есть. Именно мы держим только крупный рогатый скот. У нас как бы в рамках нашего сельского мини-кооператива, так можно сказать, это я, папа и брат. Еще к нам примкнули гречка Алла Ивановна, Семенов Иван Дмитриевич, которые тоже производят на территории района мясмен... КРС мясного направления. И вот именно с ними мы создались. У нас лично, у Теняковых, у брата и у отца, 240 голов на сегодняшний день не маточного поголовья. И 800 голов, ну вот на данный момент бычков на откорме. Но после Нового года оно спадет, потому что сейчас именно такой промежуток времени, что выращенные, готовые к забою быки еще не продались, а молодые уже, которые уже, фермеры, которые не собираются докармливать и выращивать бычков именно на продажу, на последующий докорм, они их уже продают. Потому что октябрь-ноябрь, это как раз-таки традиционно все сбывают бычков молодых. Поэтому вот именно в этот период у нас поднимается до 800 тысяч уголов бычков. Но после Нового года спадает постоянно, у нас 600 стоит на откорме. Маточное поголовье какой порог? Это все Геррифорты у нас, да. А сзади на откорме бычков только мясных? Только мясных, ну стараемся только мясных. Ну по большому счету, да, практически. У нас Песчанокопский район граничит с Калмыкией, со Ставропольским краем. Там традиционно мясное животноводство развитое. Поэтому там мы и закупаем бычков именно мясных пород. Сложно ли найти бычка? Найти бычка не сложно, но в этом году очень поднялась сильно цена. Ввиду того, что зерновые сейчас не в цене, а мясо говядины как бы уже ряд лет в цене не падает. Не сказать, что прям растет большими темпами, но и не падает. Поэтому как бы рентабельность растеневодства можно повысить за счет перекочевывания этой пшеницы, ну так сказать, прогона их через бычков. Поэтому очень вырос в этом году спрос на бычков. Ну и понятно, сразу выросла цена. Нам называли там 55 тысяч. Это средний бычок 220 килограмм. 250 рублей за килограмм живого веса, это сейчас обыкновенная цена. Это не большая, не маленькая. Поднимается, если это чистые абердины, геррифорды, такое что-то мясное шикарное, оно поднимается до 270. Но можно купить, если калмыкии и что-то поместное не совсем. Ну 230-220, это ниже уже нет. Хотя в том году 220 это был самый шикарный бычок, продавался за килограмм живого веса. Так что 55-60 тысяч сейчас уже стоит бычок. Пастбище у нас где-то в районе 500 гектар. Но это как бы на самом деле для такого стада это немного. Расширять пастбище некуда. Их наоборот с каждым годом все уменьшается. Ввиду того, что земля у нас дорогая, их хорошие черноземы. Она распахивается, так и должно быть. А поголовье маточное мы собираемся увеличивать. Но за счет того, что ввиду такой высокой цены на бычков, коров уже можно некоторое время суток держать и на базу. Ввиду того, что солома и сейчас концентрированные корма недорогие, то 1-2 килограмма если корове добавлять, то ей вполне будет достаточно для того, чтобы выносить и выкормить теленка. Поэтому мы подумываем на следующий год, если нам не будет хватать пастбищ своих, то большую часть дня коровы будут проводить уже на стойле. Да, уже будут они подкармливаться сеной, соломой. И с такой ценой на бычков это вполне рентабельно. Лучше вопрос, чтобы корова еще чувствовала себя нормально. Да, да, да. Если сейчас огородить те же луга электропастухом и где-нибудь рядом с каким-нибудь водопоем таким, то они себя в веточках хорошо и днем чувствуют. Там просто завозить тюки, раскладывать, подкармливать их. И я думаю, в нынешних условиях это будет рентабельно. Планируется в дальнейшем завозиться более-менее объемами 5-10 туш. И магазины, которые находятся на территории Ростова, на территории Азова, которые близ-близ лежачие, они смогут сюда в любой момент приехать и купить себе полтуши, тушу. У нас очень много здесь оптовых покупателей, которые говорят, что не всегда рынок бывает прогнозируемый. Они взяли на пятницу, субботу, воскресенье две туши, а в субботу к вечеру уже расторговали. Ехать им опять к нам туда, в Жуковку за мясом, им невыгодно. А если бы, говорят, у вас здесь была такая возможность, приехать и взять тушу или полтуши, мы бы с удовольствием... И вот именно для этого у нас здесь мы сделали один холодильник. Здесь в основном мороженое собачка такое, ну, это корм для собак. Это вот мы, которое здесь все-таки, оно пользуется большой популярностью, оно фасуется, да, мясо и продается. Да, это вот здесь в основном все такое, корм для собак, да. Это тоже будет сейчас фасоваться, резаться. И я думаю, что мы здесь тоже очень найдем своего покупателя. Вы довольны выбором мест для магазинов? Да, да, да. Я думаю, что здесь мы найдем не только розничного потребителя. У нас здесь два... Один морозильник и один холодильник для мелкооптовой торговли. А логистика здесь очень удобная, потому что здесь этот мост Сиверса, он как бы позволяет сразу выскочить на левый берег Дона и перескочить в любую часть города Ростова и также соединиться с Азовом, с Таганрогом. Я думаю, что здесь очень-очень удачно мы выбрали. Если не секрет, во что обошлось вам открытие там? Ну, там часть гранта вот здесь? Да, магазин, сам магазин нам обошелся в 15 миллионов, плюс ремонт где-то 4 миллиона, где-то на 3 миллиона оборудования. Вот так. Но дело в том, что Минсельхоз нам еще предложил поучаствовать в конкурсе на компенсацию оборудования. И мы к концу года подадим документы и надеемся, что еще получим компенсацию на потраченное оборудование. Дубядина выглядит очень красиво. Цена на нее, мы так отметили, ниже рыночной. Да. По крайней мере в супермаркетах уже больше, чем в супермаркетах. Вопрос. Вы зарабатываете вообще? Конечно, зарабатываем. Мы оптом продаем сейчас на данный момент самое-самое дорогое премиальное мясо, бык, откормленный 250-270 килограмм мясом, который выходит в Москву и в Сочи. Самая дорогая цена сейчас 400-405 рублей. Здесь на прилавке дешевле 450 ничего нет. Поэтому мы в очень большом наваре при таких ценах. Мы ее можем себе позволить, потому что у нас сразу три прослойки уходят. У нас проходит человек, то есть переработчик, который перерабатывает, то есть производит забой. Мы убираем логиста, который довозит здесь на мелкооптовую базу и с мелкооптовой базы распродает. И плюс еще очень-очень у нас сейчас распространенно, что сами фермеры и сельхозпроизводители стараются даже не продавать, они продают сразу перекупом. Вот эти три прослойки мы убираем, и поэтому нас эта цена очень устраивает. Но у вас мясо рассчитано на какую-нибудь вы потребитель? Это только племяльное мясо или мясо? Ну, говядина, она всегда была, не дешевое мясо, поэтому как бы это на средний класс. Это не сказать, что оно, это как бы не супер тут какие-то, мы не, сейчас не идем в сегмент дорогого, то бишь стейков и еще чего-то. Мы это, вполне, вполне, я думаю, будет по карману среднему классу. Ну, для нас это первый проект, который реализуется именно кооперативом. Особенность проекта в том, что он реализуется за средства гранта. В прошлом году кооператив участвовал в конкурсе на получение гранта, и полученные средства он направил на приобретение двух производственных помещений и автомобиля-рефрижератора, что позволяет быстро доставлять свежую продукцию высокого качества до потребителя. Как мы видим, руководство кооператива приложило все усилия для того, чтобы сделать комфортным реализацию продукции. Безусловно, средства гранта, мы видим, что они нашли применение. По проекту, в рамках этого проекта планируется создать 11 рабочих мест. Кроме того, в рамках этого проекта кооператив планирует прирасти еще 11 членами кооператива, которые будут также поставлять свою продукцию в кооператив, и, используя уже сложившийся канал испыта, кооператив будет помогать реализовывать продукцию своих членов. Кроме того, мы видим на прилавках данного магазина продукцию других производителей, сельхозпроизводителей Ростовской области, которые также посредством этого кооператива дополнительно получают канал сбыта своей продукции. Вы можете не сомневаться, что на наших витринах всегда свежее, фермерское, домашнее мясо. Редактор субтитров А.Семкин